Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые библиотекари и те, кто имеет отношение к нашему сегодняшнему вебинару, кто записался на наш вебинар. Я рад вас приветствовать в рамках нашей Директ-Академии, которая проводит прямые вебинары с библиотеками. И сегодня я проведу у вас вебинар от компании Директ-Медиа и познакомлю вас с тремя продуктами компании Директ-Медиа. Библиотека и нон-фикшн, университетской библиотекой онлайн, нашим базовым продуктом, флагманским продуктом и арт-порталом. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ-Медиа. И я буду сегодня вести у вас этот вебинар. Меня радует, что сегодня вы собрались тут в достаточно большом количестве. У нас 14 человек зарегистрировано, вот вместе со мной 13, то есть 12 человек пришло. Очень хороший процент посещаемости вебинара. Это говорит о том, что вы, наверное, заинтересованы в том, чтобы послушать, что на вебинаре будет. Все участники вебинара, активные участники, то есть те, кто пришли конкретно на вебинар, те, кто зарегистрировался, получат от компании Директ-Медиа бесплатный электронный именной сертификат о прохождении данного мероприятия. Но обращаю внимание, у нас сертификаты выдает автоматическая система, соответственно, в ручном режиме мы этого делать не можем. И только те, кто зарегистрировался и действительно посетил вебинар, и под своим именем вот эти люди получат сертификат на свое имя, под которым они зарегистрировались. Остальные, к сожалению, в ручном режиме мы не можем выдавать сертификаты, поэтому вот еще есть время, кто хочет зарегистрироваться под своим именем в IT, и тогда все будет хорошо. Ну что ж, я начну с нашего продукта, который называется «Библиотека Non-Fiction». Если вы, может быть, знаете, компания Директ-Медиа – это компания-интегратор контента, учебного контента, контента Non-Fiction, образовательного контента. И наш флагманский продукт – это университетская библиотека онлайн. Однако несколько лет назад мы поняли, что специально для публичных библиотек мы можем сделать некое свое предложение, основываясь на том контенте, который у нас есть в университетской библиотеке онлайн, то есть который предназначен для вузов, вузов средних учебных заведений, добавив туда, может быть, какой-то дополнительный контент, и существенно упростив интерфейс, убрав оттуда все лишнее, что касается конкретно вузов, особенно упростив интерфейс, касающийся библиотекаря, и предоставив совершенно другую форму, экономическую форму, на которой основывается оплата услуг, мы получаем совсем новый продукт, и этот продукт назвали библиотека Non-Fiction – решение для публичных библиотек. На нашей платформе, на вот этой вот библиотека Non-Fiction собрана воедино коллекция большинства жанров нехудожественной литературы. Всего около 60 тысяч книг в данном в данном проекте. Книги предоставляются по модели комплектования по требованию пользователя. Ну, собственно, об этом я расскажу подробнее на второй части нашего вебинара. Что еще надо сказать? Доступ представляется из любой точки, где есть интернет, со стационарных компьютеров, мобильных устройств, из помещения библиотеки, из дома и так далее. Ну, собственно, как для любого интернет-проекта. Вот адрес нашей библиотеки Non-Fiction. LibBiblioclub.ru. LibBiblioclub.ru – это основной домен компании DirectMedia, а Lib – это домен третьего уровня. Вот таким образом, простым образом образуется наш адрес. По нему можно зайти и воспользоваться услугами. Главная страница выглядит вот так, достаточно просто. Состоит из двух основных полей неравноценных. Верхнее малое поле – это поиск. Сейчас увеличу жирность фломастера. Ну, как в большинстве современных информационных систем, поиск находится на самом верху и предполагается, что он является главным инструментом, при помощи которого наш конечный пользователь, в данном случае читатель библиотеки, получает доступ к самой библиотеке. Ниже вторую, нижнюю часть, вот до подвала вплоть, занимают различного рода каталоги, при помощи которых можно по области знания найти соответствующую книгу, как в рубрикаторе. Ну, также на самом верху, вот здесь вот, в второй части располагаются новинки, которые поступают, то есть новые книги сразу отображаются. Ну, и самое популярное отображается тоже во второй строке. Здесь вот ряд обложек, которые можно сразу посмотреть непосредственно прямым доступом. Как я уже говорил, библиотека содержит более 60 тысяч специально отображенных изданий литературы в жанре нон-фикшн. Нон-фикшн мы понимаем наиболее широко. Это все, что касается научно-популярной литературы, деловой литературы, образовательной, кроме учебников познавательной литературы и так далее. Русскоязычные издания представлены более чем 300 издательств Российской Федерации, Белоруссии, Украины. Ну, по-моему, есть еще и другие страны тоже представлены. Ну, вот список подключенных библиотек. Не буду, это не полный список. Издательства. Как я говорил, это 300 издательств. Ну, вот некоторые из них. Книжный мир, адепты, Ман Иванов Фербер, Русское слово, Прогресс Традиция, Белый город, Этерна, Пальмира, Репол Классик, Проспект. Ну, и тут вот среди издательств, конечно, наше издательство. Издательство компании Директ Медиа. Ну, собственно, компания Директ Медиа начиналась как издательство Директ Медиа. И в настоящее время эта деятельность продолжается наша. Соответственно, все наши книги, которые у нас есть, они присутствуют и в библиотеке Non-Fiction. Также присутствуют в библиотеке Non-Fiction периодические издания. Около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет, включая актуальные новинки. Ну, скажу прямо, не по всем журналам актуальные новинки есть. Вот вплоть до 2018 года некоторые журналы попридерживают свои новые номера и отдают их только через год, а то и через два. Ну, там, где есть возможность, там везде новинки присутствуют. И как только журналы нам отдают свои номера в электронном виде, они появляются во всех наших продуктах, в том числе и в библиотеке Non-Fiction. Для лиц с ограниченными возможностями по зрению, да и не только для них, а для всех любителей аудиокниг, имеется более 2400 аудиокниг, которые тоже можно использовать аналогичным же образом. В составе библиотеки Non-Fiction есть так называемые тематические коллекции. Это некие подборки литературы по различным интересным, актуальным вопросам, тем вопросам, которые пользуются наибольшим спросом среди учащихся, среди интересующихся людей. Это в основном гуманитарные вопросы, вопросы истории, философии, религии, научно-популярные вопросы, научно-популярные книгоиздания, музыкальные классики, мемуарные, биографическая литература и так далее, общественные науки. Здесь у нас присутствует примерно, если не изменяет память, 50-60 таких коллекций. Когда полезно отсылать вашего читателя к тематическим коллекциям, вместо того, чтобы советовать ему самостоятельно заняться поиском или самим искать для него какую-то литературу. В том случае, если этот человек заинтересован в углубленном изучении данного предмета, он ищет не конкретную книгу, а ряд книг, ему хочется глубоко этот вопрос изучить. Если это учащийся или студент, если он ищет литературу для своего реферата, эссе, курсовой работы, дипломной работы. И если темы этих эссе, курсовых работ попадают достаточно хорошо в темы тематических коллекций, в название тематических коллекций, в этом случае, конечно, это наилучший выбор. Потому что в этом случае студент, школьник или просто интересующийся читатель получает доступ к нескольким десяткам, от нескольких десятков до сотни с небольшим книг, подобранных заботливой рукой библиографа, любителя, книголюба, который хорошо знает данное направление. То есть тематические коллекции, они подобраны специальными людьми, которые разбираются в этих вопросах и могут вам посоветовать очень разнообразные и, главное, правильные источники по данной теме, не уходя в частности в какие-то вторичные источники. Там представлена в основном такая исчерпывающая с одной стороны, с другой стороны хорошая подборка литературы. Ну вот, про тематические коллекции больше говорить не буду, только еще хочу заметить, что тематические коллекции, как тип подготовки контента, тип интерфейса тоже присутствуют во всех наших продуктах практически, но только немножко разные наборы этих тематических коллекций. Вот в университетской библиотеке онлайн наиболее подробный большой список тематических коллекций, там их 180. Ну, сюда, в этот наш продукт попала их примерно треть этих тематических коллекций. В подвале нашего сайта имеются две инструкции для библиотекаря и для читателя. Они достаточно просты и первая, и вторая. Ну, а здесь мы коснемся некоторых частностей использования интерфейса в роли библиотекара. Для начала я хотел бы рассказать о принципе комплектования по требованию. В настоящий момент вот этот вот скриншот сделан из аккаунта простого читателя. Вот что он видит, когда получает книгу, которая еще не вошла в ваш фонд библиотечный. Он может ее полистать. И если она ему понравилась, если он хочет ее почитать, он может нажать на кнопку «Отправить заявку». Если книга уже входит в ваш фонд, в этом случае вместо «Отправить заявку» здесь будет просто кнопка «Читать». И он может сразу воспользоваться чтением. После того, как отправляется заявка, эта заявка появляется в вашем кабинете, в кабинете библиотекаря. Выглядит это примерно так. Прежде чем показать, как это выглядит, я показываю ту настройку, которую вам первоначально надо будет сделать в вашей системе. Это настройка «Порог одобрения заявок на подписку». Чтобы не одобрять каждую книгу, это может быть достаточно накладно по ресурсам с вашей точки зрения, вы можете поставить порог цены книги, меньше которого книга будет автоматически зачисляться на фонд библиотеки. Если книга стоит больше этого порога, пороги вот тут с градацией в 100 рублей идут, можно выбрать любой из них. То есть вы можете сделать выбор, что все книги будут акцептоваться. Можете сделать выбор, чтобы не одна книга, то есть все, что закажет читатель, сразу поступает в ваш фонд. А можете выставить какой-то порог средний, до которого книга сразу попадет в фонд, а после которого она попадает на утверждение к вам. Если книга попадает на утверждение к вам, она попадает в личный кабинет библиотекаря, и есть здесь вкладка, которая называется «Запрошенные книги». Здесь список всех книг, которые поступил к вам на запрос одобрения. У этих книг есть название, стоимость, дата заявки, дата решения и вот здесь графа «Статус». В графе «Статус» может быть три разных пункта. Либо книга одобрена, это значит вы своей волей ее поместили в свой библиотечный фонд. Книга отклонена, это значит вы не согласны с мнением читателя, считаете, что она в вашем фонде не нужна. Ну и книга ожидает вашего решения. И здесь есть, в увеличенном виде покажу, два выбора, соответственно, если вы нажимаете на галочку, то одобряете, книга становится одобренной. Если вы нажимаете на крестик, то книга становится отклоненной и в ваш фонд не попадает. Однажды попавшая в фонд книга остается там навсегда. То есть, если вы однажды одобрили книгу для одного единственного читателя, то если потом зашла тысяча читателей и эту книгу одобрила, то, в смысле, эту книгу захотела почитать, то она сможет ее сразу почитать без этапа одобрения или отклонения. То есть, она сразу находится в их доступе. Та сумма, о которой шла речь, в момент одобрения, вот, например, вот здесь сумма 478 рублей, в случае одобрения она списывается с вашего счета, и книга попадает в число одобренных, которые могут читать все. Обращаю внимание, что в этой экономической модели число пользователей абсолютно не имеет никакого значения. То есть, оно не является ресурсом. Количество логинов и паролей, которые вы можете раздать вашим читателям, оно не ограничено. Ну, то есть, мы сначала какое-то число вам передаем. Если вам требуются дополнительные, мы вам генерируем дополнительные логины и пароли, и вы можете их забрать столько, сколько нужно для ваших читателей. Ресурсом в данном случае является только количество одобренных книг. Со своей стороны, библиотекарь, зная потребности своей библиотеки, может часть книг перевести в библиотечный фонд с самого начала своей волей. То есть, допустим, стратегия может быть такой. Библиотекарь треть суммы договора потратил сразу, выбрав тех книги, про которые он точно знает, что они будут иметь спрос. Остальные две трети суммы оставил на мнение читателей, которые могут сами, ну, так сказать, длинный хвост распределения, как говорят статистики, на мнение читателей, что читатели захотят, то и будет такое решение библиотекарь и примет. Ну, кроме, говоря о кабинете библиотекаря, кроме вкладки «Запрошенные книги», которые мы рассмотрели, есть еще вкладка «Статистика». Здесь показаны все книги, которые читались, и они здесь проранжированы по количеству обращений. Здесь можно выбрать не обязательно время действия всего договора, можно выбрать любой участок времени, диапазон времени. Можно эту информацию скачать в виде Excel-файла. Либо для каждой книги, вот здесь вот, нажав на эту кнопку, посмотреть подробнее, что было запрошено, какие страницы читались и так далее. Что еще можно сделать? Можно посмотреть, собственно, фонд библиотеки. Просто список, алфавитный список всех книг, которые присутствуют в библиотеке. Это тоже, эта информация тоже можно скачать в Excel или в виде CSV-файла. Можно взять информацию по всем логинам и паролям, которые были розданы, которые хотя бы раз вошли в библиотеку с какой-то целью, не зарегистрировались, а залогинились и провели в библиотеке какое-то время. Вот. Ну, собственно, и все, потому что тут особо больше и смотреть нечего. Вы видите, что тут достаточно простая, простой кабинет библиотекаря, и вам не придется его изучать дополнительно и тратить на это много времени. У нас есть два способа мобильного доступа к данному продукту. Это более ранняя, мобильная версия сайта. Ну, здесь вы просто дописываете буковку М к тому адресу, который я вам уже сказал, не лип библиоклуб.ру, а млип библиоклуб.ру, и можете спокойно смотреть это на вашем гаджете. Ну, и есть более удобное, кому как, правда, но считается, что специализированное мобильное приложение – это более удобно. бесплатное мобильное приложение, которое так и называется – библиотека Non-Fiction. Его можно поиском найти в соответствующих магазинах на Android, iOS или Windows. Им тоже можно пользоваться. Читатели могут установить его к себе и читать книжки в транспорте, дома на диване, в общем, где им это удобно. Менеджером проекта является, я думаю, что кто-то из вас уже знает, общались с ним. Алексей Архангельский – наш менеджер. С ним можно связаться по вот этим вот координатам. Вот, и он вам всегда все подскажет, направит, ответит на вопросы и так далее. Все. Продукт достаточно простой, мы потратили на него всего 20 минут. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Ну, а я пока буду загружать следующую нашу презентацию. Презентация посвящена двум нашим продуктам. В одной презентации – университетской библиотеке онлайн и арт-порталу. Университетская библиотека онлайн. То, что я перешел к другой презентации, пусть вас не расстраивает. Если у вас есть вопросы по предыдущему материалу, сразу задавайте. Я вам сразу отвечу на этот вопрос. Прямо по ходу вебинара. Университетская библиотека онлайн – это наш флагманский продукт. Собственно, основной продукт компании Директ Медиа на настоящий момент. Предназначен он в основном для вузов и средних учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Но также пользуется спросом и у публичных библиотек. Потому что среди читателей публичных библиотек тоже есть много студентов, учащихся, которым удобно пользоваться именно этим продуктом. Этот продукт отличается от предыдущего тем, что в нем представлено в достаточном ассортименте представлено учебная литература, учебники, учебные пособия, представлена научная литература, более полно представлена периодика и так далее. Ну и в нем есть разные роли для конечного читателя, студента, для условно студента мы его называем. Это может быть и не студент, может быть школьник или студент колледжа. И для преподавателей, кроме библиотекаря, конечно, как это и везде в наших продуктах, есть еще две роли преподавателя и студента, и они разведены. То есть у преподавателя немножко больше прав в системе, чем у студента. Ну и второй проект, о котором я расскажу в рамках этой презентации, это арт-портал. Он стоит особняком, потому что это не столько библиотека, сколько открытый сайт с дополнительными возможностями, открывающимися за подписку. Это такая, с одной стороны, это арт-галерея, с другой стороны, это учебный портал, на котором образовательный ресурс, на котором расположено много дополнительной информации для обучения. Ну, давайте начнем с университетской библиотеки онлайн. Вот главная страница нашего сайта. Несколько слов. Да, насколько я знаю, университетская библиотека онлайн у вас в настоящий момент в пользовании находится. Вот я про нее и расскажу. Несколько цифр. Более 120 тысяч книг, уже около 130 тысяч книг. Так, вижу вопрос, мне тут личные задают. Как можно найти? Non-fiction. Насколько я знаю, просто ищите по словосочетанию non-fiction, но, насколько я помню, на русском языке. Если не находите, то ищите по словосочетанию biblioclub на русском языке, и дальше там вываливается несколько приложений, и они там должны быть. Оно там точно есть. Я где-то месяца два назад его сам устанавливал на свой телефон, находил. Так что точно оно там есть. Да, ну и просьба задавать, если это не действительно личные вопросы, просьба задавать вопросы прямо в общий чат, чтобы все видели, какие у нас присутствуют. Вот, какие у нас вопросы присутствуют, и мы бы находились в общем информационном поле. Так, одну минутку. Да, в настоящий момент уже не 120, а 130 почти тысяч книг. Более 450 вузов-подписчиков. Агрегируем более 25% рынка ЭБС. Ну, в России, по крайней мере. Более 400 издательств у нас представлены. Из них примерно 150 издательств. Это вузовские издательства. Ну, это, как вы видите, это такой специализированный вузовский продукт. Да, в библиотеке Nonfiction, конечно, этих издательств нет. Они представляют интерес именно для вузовской среды. Ну, дальше большие цифры. Какая у нас потенциальная аудитория, сколько книгообращений и так далее. Наш основной слоган университетской библиотеки онлайн. Ну, и девиз, которому мы стараемся соответствовать, это больше, чем ЭБС. Аббревиатура ЭБС, надеюсь, вам знакома. Это электронная библиотечная система. ЭБС подразумевает, прежде всего, конечно, связь с издательским бизнесом. Но мы работаем несколько шире. У нас представлены все форматы электронного учебного контента. Мультимедиа контент. Мы интегрированы с детектором плагиата Антиплагиат. Наши проекты ArtPortal Encyclopedium – это совершенно особые проекты, связанные с медийным контентом. Мы осуществляем печать по требованию для тех изданий, которые... Ну, конечно, для книжных журнальных изданий, не для мультимедиа изданий, а для книжных изданий. Мы можем распечатать любую книгу, переплести ее по технологии print-on-demand. Для преподавателей у нас есть специальный функционал, который способствует их продвижению в индекс цитирования, в ринце. Ну, вот немножко об этом сейчас я вам расскажу. В наше отличие от других ЭБС, у нас большое количество издательств, и в нем большее количество ведущих и уникальных издательств. Шире представлены гуманитарные дисциплины. Мы, в общем-то, специализируемся в основном на гуманитарных направлениях, хотя и многие технические направления у нас представлены тоже очень хорошо. Основные наши направления, ну, это просто по запросам. Вузы от нас прежде всего требуют наполняемость по таким областям, как экономика, управление, финансы, бизнес. Также хорошо представлены информационные технологии, некоторые другие направления. Ну, и, конечно, отличием от других ЭБС является то, что у нас присутствуют наши собственные книги, книги компании Директ Медиа. Немножко об интерфейсе. Вот главная страница нашего сайта. Под первым пунктом у меня тут обозначено... Сейчас я буду опять рисовать. Под первым пунктом у меня тут обозначен переход к нашим другим продуктам. У компании Директ Медиа много электронных продуктов. Это и интернет-магазин электронных книг, где можно эти книги скачать, и арт-портал, о котором мы будем говорить, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, библиотека нон-фикшена, о которой мы говорили, детектор-плагиата и так далее. Так что это такое объемлющее внешнее меню, даже не столько меню ЭБС, сколько меню всех продуктов компании Директ Медиа. Опять же, на самом верху располагается поиск. Мы считаем, что в современной информационной системе поиск – это главное. Несмотря на то, что у нас среди библиотекарей принят традиционно, исторически принят поиск по каталогам, в информационных системах все-таки основным способом, ну и для наших конечных потребителей, для школьников-студентов, основным способом доступа к литературе является, конечно, прямой непосредственный поиск, как в Яндексе, как в Гугле. Поэтому у нас есть внутренняя поисковая система. Она может использоваться в простом режиме или в продвинутом, где много всяких фильтров можно указать. И она располагается на самом верху. Вот эта часть 4, 5 и 6 – это разные формы традиционного каталога, рубрикаторы, многоуровневые рубрикаторы, по которым можно перейти, искать книгу уже по определенным направлениям деятельности, по областям знаний и так далее. Сейчас у нас этот, я не стал вам показывать новый скриншот, у нас немного изменился, но он находится в таком переходном состоянии. В скором времени наш каталог изменится, станет более удобным. Но пока примерно расскажу, как сейчас и как было в ближайшее время. Вот этот пункт 3 – это переход в личный кабинет. У всех ролей у слушателя, студента или читателя, конечного читателя, у преподавателя и у библиотекаря есть доступ в свой личный кабинет. У каждого есть личный кабинет, но права в этом личном кабинете у всех разные. Наиболее продвинутые права у библиотекарей – это достаточно функционально многообразный интерфейс. О нем мы сегодня специально говорить не будем, но я вам дам ссылку, где вы сможете познакомиться с вебинаром, который специально был посвящен этому вопросу. Да, забыл. На каждой странице нашего сайта, но это периодически то сбоку появляется, то снизу. Вкладка доступа к Helpdesk. Если вам что-то интересно узнать, если что-то не получаете, вы можете задать вопрос в Helpdesk. И быстро, если это днем, то иногда даже и в реальном времени, а если не в дневное время, то, как правило, письмом на следующий день вы получаете ответ от нашего Helpdesk. В подвале сайта располагаются наши новости. Далее вот этот пункт, который посвящен... Здесь наиболее расширенный вариант нашего меню. Доступ к тем разделам нашего сайта, которые... Ну, они, конечно, не второстепенные, но они не попали на самый первый экран. Вот. Ну, и к различным нашим проектам, к информации о компании и так далее. Ну, третий, четвертый пункт не буду комментировать. Это плагины соцсетей. Отсюда вы можете попасть, в частности, ко всем соцсетям, в которых представлена наша компания. В частности, в Facebook, ВКонтакте, YouTube и так далее. Несколько фич, которые у нас есть в университетской библиотеке онлайн. На странице предварительного просмотра книги есть некая информация, которую можно получить сразу, не переходя к чтению книги. В частности, это библиографическое описание с точной ссылкой на книгу, которую вы можете использовать в своем труде. Студент или преподаватель, научный работник может использовать в своем труде в качестве в списке источников. Либо в списке литературы. Данный инструмент удобен тем, что он находится на предварительном этапе. То есть, в информационных системах вы, наверное, знаете, чем больше кликов дальше от главного экрана или от той страницы, на которую, от самой популярной страницы, тем труднее туда попасть и тем меньше народа туда, в конце концов, попадает. Поэтому вот такие важные вещи, как библиографическое описание, которое очень часто бывает нужно, мы подняли на уровень раньше, на клик раньше, до чтения. И вот они присутствуют у нас еще на экране предварительно. То же самое, может, касается и списка литературы. Если список литературы представлен в самой книге, то его тоже можно получить сразу, не читая книги. Таким образом повышается вот такой вот ссылочный метаболизм. То есть, люди, которые хотят сослаться на что-то, но иногда, особенно на ранних этапах, когда они студенты, аспиранты, еще недостаточно хорошо владеют аппаратом библиографических описаний. Сами, может быть, с трудом пишут такие библиографические описания. Вот получить такую подсказку, причем получить ее на самом раннем этапе, это достаточно важно, поэтому мы и поднимаем это на самый верх. Прежде чем рассказать немножко о нашей читалке, я хотел бы вам показать предварительный ролик, в котором подробнее рассказывается о возможностях нашей читалки, о возможностях предварительного поиска литературы. Я на время ролика остаюсь с вами, но ухожу из эфира, поэтому в чате могу отвечать на ваши вопросы, и давайте вместе посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы Университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту вот книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки, посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом и чуть позже я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки и теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки – читать и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет – печатный экземпляр. На кнопочку «Читать» мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку «Печатный экземпляр». При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин Директ Медиа. Вот открылась эта страничка и мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии «Принт-он-демант». Вот вы видите, есть такое изображение принтера. Мы можем на него нажать. И возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров и появится сумма, которой необходимо заплатить. Выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. И после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки и на что еще можно обратить внимание. Ну, во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора. И, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже, под названием книги, мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка. И, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину «Иностранный язык». Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку «Параметры поиска», мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины «Иностранный язык». И ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. И мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно так же можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. Ну вот в этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка – это название издательства. Соответственно, при нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. Ну, в данном случае это наше издательство. Издательство Директ Медиа. Мы сейчас увидим, что высветятся все издания, помещенные в ВБС нашего издательства. Ну вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность – это занести данную книжку в избранное. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимаем на эту кнопочку. Вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. А вот к избранным книжкам относится в данном случае вот эта книжка только, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки. И дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, во-первых, есть информация о кодах этой книги – ВСБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекаря. Далее. У каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку «Читать», перейти сразу на какую-то страничку. Но мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как «Список литературы». «Список литературы» – это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно когда вам надо что-то процитировать. Вы пишете какой-то труд, учебный или научный, и вам надо процитировать не только данные издания, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда то, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется «Библиографическое описание». Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе, и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых ГОСТах. Так вот, в этом случае вы просто берете и переносите копипейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция, и ей очень удобно пользоваться. Давайте, прежде чем перейти к чтению, я вам покажу, какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя, и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку, и мы видим, что вместо одной кнопочки, библиографическое описание, которое осталось прежней, появились еще две кнопочки. Это описание в Русмарк и поместить в. Описание в Русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать, это достаточно специфическое занятие. Ну, а вот кнопочка поместить в, она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Ну, например, первое, что можно сделать, это поместить в учебную программу. Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо выбрать из каких-то программ. Ну, давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Вот, подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь вот выбираем «Мой ВУЗ» вкладочку. Здесь появляется информация о ВУЗе. И в информации о ВУЗе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну, и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке «Рекомендуемые материалы». Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь, в разделе «Книги» появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные. Мы можем нажать на эту ссылку. И откроется опять вот эта вот страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в «Книгообеспеченность». Но давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. Ну, ниже идут некоторые рекомендации. Какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец, мы добрались до самого главного. И теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. Коллеги, продолжим. Я тут постарался ответить на возникшие вопросы по поводу iOS. Совершенно точно. Хорошо, что вы уточнили. Я просто забыл об этом сказать. Пока доступно приложение только для iPad. На телефоне обещают в ближайшее время наши партнеры, которые создают нам эти приложения. Это компания «Агрегион». Следующая версия для iOS будет и на iPhone тоже. Что касается Android. Я запросил, пока шел ролик, запросил информацию. Надеюсь, к концу вебинара мне из нашей поддержки ответят. Действительно, приложение куда-то пропало из магазина, но вот оно вот только-только было. Как говорится, генеральский эффект. Как только надо вести вебинар, так что-то подобное происходит. Ну, а мы пока продолжим про университетскую библиотеку. Так, сейчас я перейду. А, вижу тут в вопросах чего-то. Да, я увидел. Хорошо, да, тут продублирован вопрос про non-fiction. В общем, я постараюсь к концу вебинара получить ответ от нашей. Запрос мы с Алексеем послали в нашу техподдержку. Надеюсь, они достаточно быстро ответят. Ну, единственное, что прямо сейчас я могу сказать. Я знаю, что у нас готовилось большое обновление всех наших приложений. Мобильных приложений может быть как-то связано с этим. Ну, вот, надеюсь, я вам точнее отвечу потом. Читалка. Читалка достаточно проста. В ней есть некоторые интересные фичи, о которых я расскажу. Но, в принципе, все как всегда. То есть, примерно такой же аппарат, который есть в любой нормальной читалке. Ну, например, в Adobe Reader здесь тоже присутствует. Ну, во-первых, это поиск. В данном случае это уже поиск не по каталогу, а поиск внутри книги, полнотекстовый поиск внутри книги. Пункт 2 связан с навигацией. Вперед-назад на страницу, на конкретную страницу. Вначале, в конец книги. Дублируется это еще вот этими вот кнопками справа и слева для удобства, чтобы не лезть в самый верх. Ну, еще вот здесь не показано. Есть еще такой движок снизу, который можно двигать по содержанию книги тоже вперед-назад. И это будет эквивалентно переходу в конкретное место книги. Очень интересный пункт 3. В нем есть вот такой вот значок, очень интересный, который вы мало где встретите. Мы его называем сервисом, который называется... Называем этот сервис университетской библиотекой онлайн как сервис. Что это значит? По этой кнопке вы можете забрать к себе некий код. Этот код вставить в любом открытом ресурсе. Например, у себя в блоге, на сайте вашей библиотеки, или где-то в любом другом месте, где можно вставить открытый HTML-код. И таким образом вставить до трех страниц за раз из любой книги в обрамлении вот этого самого плеера, читалки, прямо на открытый ресурс. Причем будет это, в отличие от копипейста, который для правных книг будет являться незаконным, будет это совершенно законное действие, которое позволяет законно вставить до... Ну, вообще любое количество, но за раз до трех страниц книги в качестве длинной такой цитаты, которые вам необходимы для, например, либо какой-то иллюстрации, либо для составления производного произведения на основе страниц из университетской библиотеки онлайн, из книг, которые там представлены. Вот. Почему это законно? Потому что это не скопированный текст, а это вставка нашего приложения. И, собственно, за каждую страницу, просмотренную вашими читателями, информация пойдет в нашу систему, соответствующий значок там... Счетчик переключится, и количество страниц увеличится, и, соответственно, правообладатель, в конце концов, по итогам определенного периода получит большую сумму денег от нашей компании. Вот. Вот такая вот замечательная возможность. Я ее в свое время сам продвигал, считая, что в современном мире, где цитатность должна быть максимальная, эта возможность должна быть реализована. Также до 10% книги вы можете забрать в виде PDF-файла, скачать за раз, то есть за одну сессию посещения нашей университетской библиотеки онлайн, вы можете скачать до 10% какой-то книги. В принципе, несколько раз, входя и выходя, вы можете скачать всю книгу, но надо иметь в виду, что эти кусочки PDF-файла вы получаете в свое персональное пользование для ваших нужд личных. Обучение, либо чтение, просто и так далее. Разумеется, публиковать эти кусочки нельзя, ну, противозаконно. Так что для чтения, если вам удобно, вы можете большой фрагмент взять и потом прочитать в оффлайне. И это, если вам удобно так, то, пожалуйста, пользуйтесь. Пункт 4 полностью посвящен тому, в каком формате вам удобно читать, на весь экран, чтобы помещала вся страница, либо чтобы она была развертана по ширине, либо вы хотите самостоятельно выбрать тот формат, который вам нужен, тот масштаб, который вам нужен. Ну, надеюсь, эти кнопки всем понятны. Наконец, последняя группа кнопок, она посвящена тому, чтобы либо получить текст текущей страницы. Дело в том, что на текущей странице, как вы ее сейчас видите, в читалке изображение, а не текст, то есть верстанное изображение. Текст вы можете получить по вот этой вот кнопке. Можете распечатать текущую страницу. Ну, и вот здесь вот тоже интересная кнопка. Вы можете включить фломастер и маркер, точнее, и отметить там какую-то часть, там вот, например, вот примерно так вот. Там только потолще маркер. И эти пометки, они будут сохранены, пока вы их сами не удалите, на все время существования вашего аккаунта. То есть, если вы ходите в электронную библиотеку, делаете пометки, то они сохраняются для последующего использования, но только вами, разумеется. То есть, ваши пометки никому больше не видны. Так, вот мне что-то ответили по поводу вопроса с... Да, ну, я был прав. Значит, в ближайшее время будет крупное обновление, и наши партнеры решили снять, временно снять предыдущую версию. Возможно, они в ней обнаружили какие-то неправильные действия или ошибки. Ну, вот в ближайшее время для андроида я еще успел себе поставить, и, честно говоря, никаких таких особых ошибок не видел. Нормально работала читалка. Ну, может быть, какие-то другие функции не работали. Вот та информация, которую я получил. Ну, пока рекомендую пока пользоваться вот этой ссылкой, которую я дал, мобильной версией сайта. У нас есть цитатник. Вы знаете, долго не буду на нем заострять внимание. Это просто возможность собирать рефераты и цитаты, и из них делать какие-то более крупные формы. По мне так гораздо удобнее просто цитату сразу взять в офисный продукт и там с ней работать. Но, во-первых, никто не может гарантировать, что у всех на компьютере есть какие-то офисные продукты. Во-вторых, ну, вот это способ такой вот в облаке делать большую часть работы. В принципе, вплоть до распечатки можно все делать у нас. Конечно, это немножко... Это не так удобно, как в Варде, например, но делать это можно, и эта услуга представляется дополнительно и бесплатно. Вы можете посмотреть учебные ролики по тому, что я сказал, а самое главное рекомендовать эти учебные ролики вашим конечным читателям, если они заинтересовались работой в ВБС. Я вам сейчас дам ссылку на плейлист в нашем ютубовском канале. Это плейлист целиком посвящен функционалу университетской библиотеки онлайн. Там около десятка роликов, и вот есть и такие ролики, которые рассказывают про знакомительный экран, про функционал ридера. Ну, и третий ролик, посвященный поиску, тоже там есть. Каждый примерно по 10 минут, и этого вполне достаточно для ваших читателей, для того, чтобы понять, как работать в университетской библиотеке онлайн. Да, ну вот, есть обычный поиск, есть его расширенный вариант. Долго застрять внимание не буду. Скажу, что здесь основные настройки, это настройка по времени. Если вы точно знаете, что, допустим, это какие-нибудь 60-е годы, то можете сразу существенно сократить выдачу, если вот эти движки как-то вот сюда подвинете. Можно искать по издательству, искать по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки УГСН. Можно искать среди книг только периодики или только аудиокниг. Можно производить поиск по каталогу либо по описаниям либо полнотекстовый поиск проводить сразу. Это, конечно, долго по всем 130 тысячам книг полнотекстовый поиск сразу, но можно. Можно искать учебники с грифом и много других всяких возможностей. Мне здесь отвечают в скайпе, что приложение появится ориентировочно в пятницу в Google Play. Вот такой ответ будет. Есть еще такой способ работы с университетской библиотекой, как формирование поисковых выборок. Если вы ищете поиском книги, то вам появляется какая-то выдача и из этой выдачи вы можете даже не читая либо переходя к чтению и возвращаясь к поиску формировать поисковые выборки, то есть выборки книг для будущего чтения. Обзывать их какими-то названиями эти выборки и у вас в личном кабинете будет присутствовать вот примерно такая конструкция «Мои события» под вкладкой «Поисковые выборки». В ней конкретная выборка и в этой выборке кликабельный список книг, которые вы выбрали поиском. Есть отдельный ролик, который поясняет, как делать поисковые выборки, но на самом деле там все достаточно прозрачно. Надо просто галочками выбрать в процессе ознакомления с поисковой выдачей выбрать те книги, которые необходимы и их дальше кнопкой помещаете их в определенную выборку, либо даете название новой выборки и она появляется в вашем личном кабинете. Для преподавателей есть дополнительные функции. Одна из них это прямо в университетской библиотеке онлайн на лету готова вся информация, которая интегрирована с илайбрари о текущем индексе цитирования данного автора. Единственное, что надо учесть, для того, чтобы это нормально получилось, надо при регистрации преподавателя указать совершенно точно его фамилию и имя и отчество, точно так, как он присутствует в илайбрари. Ну и еще надо выполнить одну операцию, если это очень распространенные фамилии и имя и отчества, и в лайбрари может быть несколько таких людей, надо уточнить, чтобы именно его цифры схватились автоматически и для этого иногда бывает необходимо настроить спин, то есть ID этого человека в лайбрари, просто указать этот спин и тогда именно тот человек будет интегрирован который и должен быть. Для преподавателя почему интересна университетская библиотека онлайн? Она создает среду цитируемости улучшенной увеличенной ссылочного метаболизма, когда электронная книга быстро появляется в электронном доступе, быстро читается, быстро цитируется, быстро попадает в ринц. Вот эта процедура почему преподавателю интересно находиться в электронной библиотеке и интересно быть автором электронной библиотеки, в частности университетской библиотеки онлайн. Давайте про книгообеспеченность вам не буду говорить, это специфическая вещь, которая вас касается меньше всего, но у нас есть специфический и интересный рекомендательный сервис книгообеспеченности, в котором вузовские библиотекари могут создавать книгообеспеченность по рекомендациям других вузов. У нас есть также в университетской библиотеке онлайн раздел именитые ученые и писатели, это такой биобиблиографический раздел, представлено около двух тысяч авторов, среди них авторы, как авторы современные, наши авторы, авторы директ-медиа, так и великие авторы, которые, произведения которых до сих пор пользуются спросом, вот, соответственно, на странице каждого такого автора есть его биография, есть список того, что он создал, тех трудов, которые он написал, и тут же снизу есть кликабельный список тех произведений его, которые находятся в университетской библиотеке онлайн, к ним можно сразу перейти и начать их читать. Ну и для конкретного читателя, в частности, для библиотекаря, всегда интересует вопрос, а куда обратиться, если что-то пошло не так, если вам что-то непонятно. Мы предлагаем четыре пути, во-первых, воспользоваться нашим учебным каналом в ютубе, во-вторых, воспользоваться директ-академией, то есть нашей открытой системой, системой открытых вебинаров, каждый день мы ведем какой-то вебинар в рамках директ-академии. Традиционный путь это воспользоваться техподдержкой и продвинутый путь это просто позвонить или связаться с вашим персональным менеджером, который решит те проблемы, которые перед вами стоят и которые не смогли решиться на предыдущих уровнях. Учебный видеопортал в ютубе ссылку на нее ссылка на него находится в общедоступных ресурсах. Ну, давайте я вам эту ссылку еще раз дам, одну минутку, чтобы вы были в курсе. На нашем канале в ютубе много что происходит, вот, поэтому если вы на него подпишетесь, будет здорово. Вот, в частности, на учебном портале расположено много учебных роликов, посвященных как нашим продуктам, так и вообще продвинутым вопросам, связанным с авторством, с электронным авторством, с созданием различных мультимедийных и интерактивных элементов авторами учебного контента. Вот наши плейлисты основные, вот, я говорю про последний плейлист, который называется «Практикум автора учебного контента». там много интересных роликов для авторов учебного контента. Второй, точнее, третий путь, которым я назвал, это техподдержка. Многими путями можно туда достичь, либо до нее достучаться, либо вот на такой вкладочке на каждой странице университетской библиотеки онлайн, которая вызывает вот такую вот форму, да, и в ней можно напечатать свой вопрос. Это вот этот вот путь, да, можно связаться по мейлу, простой email, help directmedia.ru, либо связаться по скайпу, либо позвонить по бесплатному телефону, который действует на всей территории России, 8800. Вот, ну, желательно, если вопрос у вас все-таки относительно продвинут, то есть сначала написать. Техподдержка действует 12 часов в рабочее время с 8 до 8 по московскому времени, если не изменяет память. Ну, если совсем ничего не помогло, почему-то техподдержка не ответила, всегда у вас есть персональный менеджер, который ваши проблемы обязан каким-то образом разрулить. Информация о вашем персональном менеджере есть в личном кабинете библиотекаря. То есть там будет не вот этот адрес, а какой-то конкретный адрес, по которому вы можете обратиться. Ну, и что подробнее вы можете посмотреть, в прошлом году проходили мои вебинары, подробные вебинары по университетской библиотеке онлайн. Среди них был вебинар университетская библиотека онлайн для библиотекаря. Это специальный вебинар по функционалу библиотекаря, который мы сегодня вообще никак не затронули. Второй вебинар по рекомендательному сервису книги обеспеченности. Тоже его можно посмотреть в записи. Ну, и третий вебинар это по взаимоотношениям автора и издательства Директ Медиа. Тоже его может быть полезно посмотреть. Эти же вебинары в ближайшее время состоятся у нас в Директ Академии. Наши продуктовые вебинары повторяются примерно раз в полгода. И вот как раз сейчас пришло время для повторения. Давайте я дам адрес нашей Директ Академии вам, чтобы вы знали. Кстати, мы вас с удовольствием будем видеть среди наших посетителей наших вебинаров. Вот я вам даю этот адрес. Это наш сайт. На главной странице расположено расписание. И в этом расписании вы можете увидеть, что уже совсем в ближайшее время, в частности, завтра состоится один... Нет, завтра состоится вебинар для читателей и преподавателей. А вебинар для библиотекарей состоится на будущей неделе. Давайте я даже могу вам дать его непосредственную ссылку. Так уж мы уже близко находимся к этому расписанию, поэтому я сразу наверное могу вам дать... Так, вот вебинар функционал и сервисы администратора библиотекаря университетской библиотеки онлайн состоится 18 сентября. Я копирую ссылку на регистрацию и кидаю вам ее в чат. Вот она. Еще раз повторюсь, добро пожаловать в Директ Академию. Это система бесплатных вебинаров, которая для библиотекарей и образованцев, скажем, назовем это так, таким словом, которые проходят каждый день в 12 часов. Ну и наконец о арт-портале скажу несколько слов. Это наш особый образовательный ресурс. Большая часть этого ресурса находится в открытом доступе. Некоторая часть функционала находится только после регистрации и после подписки, но меньшая часть, хотя и такая достаточно вкусная часть, скажем так. Вот главная страница этого сайта. Арт-портал. Его адрес artbiblioclub.ru все те же три какие-то три буквы в начале перед нашим доменом второго уровня. Более 65, наверное, уже тысячи изображений, 5000 авторов из 3000 музеев, десятков разных стилей и направлений и жанров. Здесь не исчерпывающие списки, только основные приведены. По каждому из этих стилей и жанров можно фильтровать, разумеется, при поиске. Много иллюстраций в хорошем большом разрешении, в хорошем качестве, с хорошей цветопередачей. Многие тысячи пикселей по горизонтальной и вертикали. Вот, кстати, это одна из опций, которая дается при подписке. Это доступ к изображениям в полном разрешении. Внутри арт-портала есть еще подпроект, который называется Артотека. Артотека это подписной сервис выпуска Артотеки. Это как бы такой электронный журнал, что ли. Выпуски Артотеки выходят два раза в неделю. Ой, прошу прощения, раз в две недели, то есть 24 выпуска в год. Выпуск представляет собой некий набор контента, интерактивный набор контента, чаще всего организованный в виде лонгрида, то есть длинные страницы, хорошо структурированные страницы, содержащие некие интерактивные элементы, содержащие часто мультимедийные вставки, содержащие от нескольких десятков до нескольких сотен изображений из арт-портала с более подробной информацией и с более подробным описанием текстовым их, которые приводятся на этой странице. темы выпусков от узких до достаточно широких, например, к широким темам можно отнести скульптура либо искусство древнего Египта, к узким темам можно отнести темы по отдельным музеям, по отдельным художникам и даже по отдельным произведениям. Про этот тип я чуть подробнее расскажу. Это некоторые обложки наших выпусков. Вот такие, например, такие интерактивные элементы у нас присутствуют. Это типовой интерактивный элемент, который называется таймлайн, ось времени. Здесь слева располагается само произведение. Здесь его атрибутика справа, а снизу сам таймлайн, который можно перемещать, увеличивать, уменьшать масштаб, тыкать в конкретное произведение вот здесь на оси времени. Все произведения отложены на оси времени по моменту их появления в свет. Еще одним способом подачи информации у нас является наиболее продвинутым, является интерактивная карта. Это как раз тот способ подачи информации, когда одно известное большое произведение, как правило, снабженное большим количеством деталей, является предметом одного, а в данном случае даже двух выпусков. Вот, например, выпуск садземных наслаждений Иеронима Боска. основы основаны такие выпуски бывают, как правило, на картинках высокой четкости или гигапиксельных так называемых картинках. Это картинки размером примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Если перед вами сейчас экран Full HD 1920 на 1080 пикселей, то пиксель в пиксель такая картинка поместится, если вы сделаете стену из 15 по горизонтали и 30 по вертикали мониторов. Вот такая огромная стена из сотен мониторов, только на ней поместится это изображение. Такое изображение дает возможность увеличивать себя до 20-30 раз без ухудшения качества. То есть по мере приближения все новые и новые детали появляются и вы их можете разглядеть. У нас несколько таких, по-моему, 7 штук таких выпусков. Вот один из них по Босху. Работает это так, слева располагаются увеличенные изображения, справа контекстная информация в виде текста и дополнительных каких-то картинок. Одно из таких ряд наших выпусков фортотеки находится в открытом доступе, вы можете прямо сейчас посмотреть. Например, один из них в открытом доступе находится «Явление Христа народу». Вот можете, сейчас я вам ссылку кину в чат, и вы можете его посмотреть прямо сейчас. либо сразу после вебинара. Ну, вот здесь тоже показан один из кадров, здесь в увеличенном виде изображения, здесь контекстная информация, в данном случае это те эскизы и этюды, по которым потом рисовалась эта картина. Подробнее про арт-потал вы тоже можете посмотреть запись вебинара, который прошел в январе этого года, либо в сентябре-октябре будет повторение этого вебинара. Приходите, я расскажу по поводу арт-портала подробнее, ну и отдельный вебинар у нас будет по арт-отеке, тоже можете его посетить. Коллеги, у меня все. Я вот в час не уложился, но три продукта очень трудно осветить за час, особенно включая университетскую библиотеку онлайн, которая обширная достаточно. Какие у вас есть вопросы, кроме тех, которые вы уже задали? спасибо, Мария Львовна. Значит, кому интересно, значит, вот наши дополнительные координаты. Это моя электронная почта, это наша страница на фейсбуке. хорошо, да, я передам ваши эту информацию, Алексей, он с вами обязательно свяжется. Ну что ж, коллеги, сейчас работа будет завершена, наша, да, давайте я расскажу вам, где вы сможете получить свои сертификаты. Сертификаты вы сможете получить, если все нормально будет, то минут через 10 вот по этому адресу. Ну, на всякий случай я хочу сказать, что если это не будет через 10 минут, води чуть-чуть попозже, обязательно будет. Вот здесь вы можете набрать свою фамилию, имя, отчество и найти себя и скачать свой сертификат. Либо ввести свой e-mail и по e-mail тоже сможете зайти. Мне просто сейчас надо выполнить некоторые действия, связанные с отчетом по данному вебинару, передать его в систему выдачи сертификатов, и после этого это будет вам доступно. Также примерно через день-два будет доступна запись этого вебинара, и мы вам ее тогда пришлем. Ну что ж, коллеги, всего доброго. Спасибо, что внимательно слушали и даже делали ремарки, по которым мне пришлось уточнять. Это говорит о том, что вы заинтересованы темой. Приходите на наши дальнейшие вебинары, приходите в Директ-Академию, где я и ведущие эксперты ведут много интересных вебинаров для вас. В частности, кстати, в этом году будут выступать и представители публичных библиотек у нас в Директ-Академии, так что заходите, будет интересно. Всего доброго, до новых встреч.